сегодня будем готовить на новом друге сегодня готовим на замечательном тандыре два в одном от компании гончар кубани это одновременный тандыр и керамический гриль и так как он у нас новый начинаем с первого розжига как любой новый тандыр так и тандыр который долго стоял первый раз обжиг нужно делать очень бережно поэтому начинаем растапливать его с бумаги и небольших щепок ребята сами производит тандыр из шамотной глины которая является жаропрочной и не страшны перепад температуры каждый тандыр изготавливается вручную поэтому в него вложена частичка руки и души мастер и что самое главное цены вы получаете без накруток прямиком от производителя а перейдя на их страничку в инстаграм который я оставлю в описании вы перейдете не просто в магазин а в интереснейший блок в котором вы узнаете про первый обжиг тандыра рецепты как ухаживать за дырами и многое многое другое на все полезные ссылки на сайт и на инстаграм наших друзей гончар кубани вы найдете в описании под этим роликом а мы ждем первого обжига первые минут 20-30 прожигаем вот так вот щепками жар и вид конечно красивый хорошее мясо это баранина за новый тандыр мясо будем запекать крупными кусками баранина у меня как всегда шикарные крутящие на кто это у нас спрятался лимфоузел убираем отлично берем только хорошие мясистые куски кости и все обрезки у нас пойдут на шурпу получится очень наваристый суп но это отдельный рецепт смотрите прогрелся и побелел продолжаем топить теперь что касается маринада он будет достаточно простой 1 луковица полукольцами чеснок обязательно хорошо посолить черный молотый перец паприка немного свежего тимьяна он же чабрец и очень интересную нотку добавляет свежий тархун ну и конечно же подключаем руки и хорошенько перемешать растереть все специи с луком чтобы он дал больше сока и перемешиваем и вминаем в мясо шикарный маринад шикарное мясо и шикарного тандыра отставляем сторону и будем готовить хачпури по-аджарски с приготовлением теста для хачпури все элементарно просто 500 грамм муки 250 миллилитров теплой воды соль сахар дрожжи все ингредиенты в описании добавляем сахар соль и 3 грамма сухих дрожжей заливаем теплой водой тесто сегодня готовлю из цельнозерновой муки получится немного более темная чем классическая намного более интересная по вкусу и чуть потемнее и начинаем замешивать вот такое вот плотное однородное тесто получается которое не липнет к рукам прикладываем его в емкость побольше закрываем пленкой и уносим в теплое место поставлю его куда-нибудь ближе к печке чтобы она подходила и приготовим сырную начинку для этого нам понадобится сыр сулугуни и адыгейский натираем на крупной терке конечно лучше взять настоящий грузинский сыр сулугуни он более сочный какой есть сыра вино лучше друзья и натираем адыгейский сыр и теперь чтобы все это объединить добавим яйцо немного молока и чуть-чуть соли чтобы придать более солоноватый вкус наши начинки соли немного одно яйцо и молоко отлично за счет добавления молока во время запекания сыр не пересохнет останется сочным мягким и тянущимся и приготовим грузинскую закуску из грибов сыром сулугуни шампиньоны отлично подойдут у них нужно удалить ножку просто выкручиваем и их нужно немного посолить и поперчить и теперь в каждый шампиньон отправляем по небольшому кусочку сыра сулугуни отлично можно переходить к мясу мясо будем жарить на вертикальных шампурах здесь есть такая тарелочка чтобы собирать лишний жир который будет капать но мы вместо него будем запекать снизу грибы которые будут собирать все соки от мяса и равномерно распределяем все мясо по шампур а вот так легко две бараньи ноги помещаются в тандыр и перекладываем грибы на шамотный камень теперь ни одна капля сока не пропадет зря отправляемся кандыру друзья наверняка среди вас есть те кто давно мечтают о тандыре и у вас есть возможность получить его бесплатно гончар кубани проводит розыгрыш в своем инстаграме обязательно переходите по ссылочке в описании подписывайтесь участвуйте и возможно вы станете счастливым оплодателем тандыра и первым делом я надеюсь вы повторите наши рецепты убираем лишние дрова и выгребаем остатки углей и закрываем дверцу теперь мы не потеряем ни капли тепла закладываем мясо и закрываем заслонку температуру в тандыре будем держать около 200 градусов запекать будем 25-30 минут и как я и говорил делать это очень удобно потому что в нашем тандыре есть термометр смотрите здесь всегда можно отслеживать температуру держать ее и регулировать жар при помощи заслонок а еще мне очень нравится узор этого тандыра вино виноградные лоза рог изобилие что символизирует богатство и достаток все как я люблю очень довольны ну что ж не будем терять пока время отправляемся раскатывать и собирать хачапури посмотрите на наш тест но немного увеличилась в объемах и очень мягко мы будем готовить 2 хачапури поэтому разделяем тесто напополам слегка припыляем мукой теперь берем нашу сырную начинку и обильно выкладываем ее на тесто и аккуратно его защипываем аккуратно разрезаем его посередине и раздвигаем края выпекать будем также на глиняных камнях и то же самое проделываем со вторым куском теста при таком способе формирования хачапури по-аджарски вы получите максимально сырные корочки без всякого ненужного теста без сыра по краям и остатки выкладываем по центру наших хачапури сыра много не бывает дождемся мяса и пока она отдыхает запечем наших чекури и наш шашлык пора вытаскивать посмотрите какая красота настоящее произведение искусства пусть немножко отдыхает а мы закладываем запекаться хачапури им запекаться минут 25 а мясо пока завернем фольгу пришло время доставать наших чекури и подавать все к столу вот они наши красотки друзья спасибо за вашу поддержку за ваши лайки комментарии и за то что делитесь нашими рецептами со своими друзьями по моему у нас сегодня в тандыре получился великолепный ужин как за такое не выпить давайте пробовать замешаем хачапури пробуем нереально вкусно друзья а 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